Вот уже второй год подряд из-за аномальных осадков Славинский район оказывается в зоне подтопления. Чтобы избежать повторения чрезвычайной ситуации, с осени прошлого года в муниципалитете проводятся работы по углублению и очистке системы ливнеотведения, протяженность которой только в городе составляет порядка 146 километров. Выполнить одномоментно такой огромный объем работ невозможно, но многое уже сделано. К сожалению, обрушившийся недавно залповый ливень, когда за два часа выпала трехмесячная норма осадков, вновь обозначил слабые места системы ливнеотведения. Глава района Роман Синеговский совместно с главой города Александром Берсеневым выехал по обращениям граждан, пострадавших от подтопления. Первый адрес – улица Крепостная, 61. Раньше сильных подтоплений здесь практически не было, но в этот раз ливневая канализация дала сбой. Вода подобралась к домам, а причиной этому послужила, как ни парадоксально, халатность самих жителей. Многие, делая подъезд к своему дому, положили трубы с малым диаметром, что значительно снизило пропускную способность ливневок. В результате они не справились с большим объемом воды и улицу подтопило. А вот положил трубу, один, второй, три трубы выявил за все, без разрешения. Я не давал разрешения. Вот так вот. Вот это вот. Вот за все было. Мы раньше же не топились, а так. Такие нарушители не санкционированы. Перекрывшие ливнестоки или выполнившие работы, не соответствующие требованиям, будут привлекаться к административной ответственности. Администрация города, в свою очередь, продолжит работы по углублению и расчистке ливневой системы. В том числе будет сделана и улица Крепостная. В зоне потопления находится и улица Школьная между Кубанской и Маломинской. Проблема в том, что большинство домов строилось давно. За годы дорога оказалась выше их уровня. И, конечно, вся вода с нее стекала во дворы, а оттуда заходила и в дома. Глава района, осмотрев территорию, дал поручение городской администрации запланировать здесь строительство новой ливневки. С учетом того, что действительно трасса недалеко, мы изыщем возможность, силы, средства для того, чтобы построить. Некоторые дома по улице Стаханово между Кубанской и Пушкино во время последнего потопления достаточно серьезно пострадали. Полгода назад молодая семья купила дом в ипотеку. И, конечно, их никто не предупредил, что здесь топит. Роман Синеговский пообщался с женщиной и пообещал оказать помощь в ремонте, выделив людей. Что касается компенсации за потерю имущества, то семья ее получит из краевого и районного бюджетов. В доме напротив, который также сильно пострадал, помогут с ремонтом пола. Жители улицы Крепостной между Батарейной и Одельской обратились с просьбой о строительстве ливневки на этом участке. Глава города Александр Берсенев пояснил, что эффективнее будет установка двух мощных насосов, которые уже приобретены и в скором времени будут смонтированы на запланированных местах. Что касается ремонта дороги, этот вопрос тоже озвучили жители, то она есть в плане на этот год, а значит, в ближайшем будущем будет сделано. Также глава района выехал по обращениям жителей улицы Щерса, 320. В связи с построенной новой дорогой вода с нее стала уходить под дома. После осмотра территории было принято решение на участке от 306 дома до улицы Казачьей по тротуарам проложить трубу для отвода воды в рабочую ливневку. Найдено техническое решение и проблемы жителей улицы Лермонтова между Проточной и Пионерской. Там при любых осадках топило улицу. Работы включены в план.